Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как полностью скрыть любые файлы и приложения на своем телефоне Realme. Все делается просто, быстро, без лишних движений, через системные настройки. Поэтому справиться с этой инструкцией сможет каждый пользователь. Предлагаю не затягивать и сразу начинать. Нам нужно перейти в настройки, пролистать ниже, до пункта конфиденциальность, войти. Здесь выбрать меню защита личных данных и нам нужна блокировка приложений и файловый сейф. Блокировка приложений блокирует приложение, файловый сейф защищает ваши личные данные, документы, видео, фото, музыку и так далее. Начнем с приложений. Нажимаем и первое, что нужно, это задать пароль конфиденциальности. Этот пароль отличается от нашего пин-кода, который мы вводим при разблокировке экрана. Нажимаем задать и вводим любой пароль. Я ввожу простой пароль, вы же используете более сложный. Подтверждаем. Теперь нужно выбрать ответ на секретный вопрос, вдруг мы забудем наш пароль. Выбираем имя, возьму свое имя. Готово. Теперь нам нужно выбрать какие-то приложения. Например, магазин тем. Алиэкспресс и хром. Блокируем. И можно использовать отпечаток для быстрой разблокировки. Таким образом, эти приложения будут видны на рабочем столе, но вход по ним будет только по паролю, то есть будет кое-какая защита. Но если мы хотим полностью скрыть их, то нужно сделать еще одну небольшую опцию. Настройки. Опять конфиденциальность. И здесь блокировка приложения. Вводим пароль конфиденциальности. Здесь показать только зашифрованные. Также в настройках вы сможете добавить или изменить пароль. Включить блокировку отпечатком и также сбросить блокировку всех приложений. Здесь выбираем зашифрованные приложения. Нажимаем, например, магазин тем. И здесь нам нужна опция убрать главного экрана. Нажимаем. Функция убрать главного экрана применяется впервые. Задайте код доступа. Задаем код доступа. И видим. Чтобы задать код доступа, нужно ввести ряд цифр, которые мы будем вводить в звонилке. Теперь пишем решетка. И, например, давайте 4 0, как в примере, пускай будет. Готово. Ваш код доступа. 4 0. Готово. Теперь нам еще раз его показывают, чтобы мы его не забыли. Важно, чтобы вы его записали, если будете использовать. Так как при утере вы можете потерять данные с ваших приложений. Нажимаем готово. И появился такой значок зачеркнутого глаза. Также вводим для других приложений. Нажимаем. Нажимаем. Видим, что они пропали с рабочего стола. Здесь было темы, хром и алиэкспресс. То есть, их нет, система их спрятала. Как их найти? Нужно войти в звонилку и ввести тот код, который мы сохранили. То есть, я сохранял решетка. 4 0. Решетка. И видим, что у нас открывается меню скрытых приложений. Так же самое здесь добавлен личный сейф. Давайте сначала магазин тем. И все. Если выйти, то его, магазин тем, то есть последних использованных приложений не будет, но полностью скрыто. Посмотрим в настройках управления приложениями. Список приложений. И ищем. Зэм. Сторе. Нет. Либо же магазин тем. Нет. То есть, видим, что такая опция скрывает приложение даже из списка всех приложений. То есть, его здесь не будет. Что очень удобно, если мы хотим скрыть какие-то приложения и сделать их более личными. Теперь перейдем к файлам. Опять конфиденциальность. И здесь нужен файловый сейф. Вводим пароль конфиденциальности. Вход в защищенное хранилище с помощью отпечатка пальца. Если хотите, используйте. И что такое личный сейф. Смотрим настройки. Вход по отпечатку и релик на главном экране, то есть значок домашнего стола к личному сейфу. Но чтобы более обезопасить свои файлы, то я рекомендую использовать звонилку. То есть, вход по четырем цифрам. Решетка, четыре нуля, решетка. Изменение пароля конфиденциальности. То есть, мы можем удалить пароль, либо же изменить его. Назад. Здесь, в личном сейфе, можно добавить свои файлы. Так, например, документы. И выбираем из списка всех нужных документов. Так же самое аудио. И фото. Добавляем нужные фото. И, в принципе, на этом все. То есть, видите, этот способ достаточно простой, но очень эффективный. Я рекомендую вам его использовать, если вы хотите скрыть свою личную информацию, либо же какие-то приложения. Чтобы вернуть все обратно и восстановить доступ к скрытым приложениям, нужно удалить пароль конфиденциальности и пароль ввода звонилки. Настройки. Конфиденциальности. И здесь блокировка приложений. Девятки. Настройки. Изменить пароль настройки конфиденциальности. Так, деактивировать пароль. Обратите внимание, что при такой операции данные с вашего личного сейфа удалятся, поэтому обратно перенесите их в систему, чтобы потом не возникало лишних проблем. Выключаем пароль. Подтверждаем. Готово. То есть, мы сбросили пароль конфиденциальности. Но еще один маленький нюанс. Тот пароль, который мы вводили в звонилке, то есть решетка 400, решетка, он не будет сброшен. И при следующем вводе, например, если вы захотите заново заблокировать приложение, либо же использовать файловый сейф, он будет использован по умолчанию. Чтобы его сбросить и изменить на другой пароль, нужно вернуться назад. Безопасность. И здесь удалить все пользовательские сертификаты. Такой сброс не удаляет ваш аккаунт, в том числе Google и других приложений, просто удаляет пользовательские сертификаты, в том числе пароль конфиденциальности и пароль для ввода в звонилке. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. На этом у меня, в принципе, все. Если будут дополнительные вопросы, то задавайте их ниже в комментариях. Всем спасибо за внимание и до встречи.